Субтитры делал DimaTorzok И первое, про что я хочу сказать, это спам. Он делится на две категории. Это джеб-кросс или хук-хук. Другим спамить тупо нельзя или тупо неэффективно. Как же справляться с этим спамом? Все приведенные примеры хорошо используются при нормальном пинге игры. Если соединение параша, значит и бой будет парашей. И для начала вам необходимо понять то, что блок немного замедляет комбинации нашего соперника. Если он вам наносит хук-хук-хук, то вы должны понимать, что его комбинация ломается и его бойцу нужно начать новую, для того, чтобы она имела скорость и эффективность. А чтобы это сделать, нужно остановиться и начать заново бить. Но спамер этого не понимает и продолжает бить дальше. И вот здесь уже дело за вами. Вы должны понимать, что длинные комбинации это от трех и более ударов. И когда соперник уже нанес три удара и больше, и ваш блок разбит, то вам не надо бежать назад и бояться этого разбитого блока. Убежать вы всегда успеете. А вот понимание того, что после завершения третьего или четвертого удара противника, ему нужно начать новую комбинацию, плюс у него неполная стамина, плюс он будет думать, что вы видите, как ваш блок полностью разбит и вам стоит только убегать, тут вы его и поймаете. И здесь уже идет пункт изучения вашего противника. Вы должны понимать, с каких ударов он начинает бить. Это очень важно. Если с прямых, то мы используем вот такой микроуклон. Я предпочитаю делать уклон в противоположную сторону своему кроссу, для того, чтобы нанести больше урона. То есть мы уклоняемся и бьем кросс плюс хук. Эта комбинация очень сильно станет соперника и отнимает очень много здоровья, вплоть до хэлэвэнса или вообще нокаута. Если же соперник спамит хуками, то ваш союзник это наклон назад или вперед. После первого промаха он просто тупо потеряет большое количество стамины, плюс скорость своих ударов. И тут уже можно свободно бить свои контрудары. Обратная сторона таких действий в том, что если во время ваших микроуклонов от прямых ударов соперник нанесет боковой удар, то вы можете оказаться в нокауте. А во время наклонов вперед или назад очень опасны апперкоты или удары по корпусу. И последнее, что хочу сказать про уклоны. Вам наверняка попадались люди, которые тупо стоят и вот так вот вертят корпусом. И вы тупо не можете попасть по ним. Когда я встретил такого игрока, я также пытался поймать его на хук или апперкот. Но потом попробовал пробить комбинацию из трех ударов чисто в корпус, что привело к хэллоуэнсу соперника. После чего он больше не стоял как ебанутый и не вертел корпусом. Также, если вы видите, что человек тупо ждет ваших ударов и сразу вертит корпусом, используйте фейковые удары. Они помогут раздергивать соперника, а как вы знаете, уклоны тоже тратят стамину. Уклониться от оверхэнда от хайкика или вертушки можно наклоном вперед или назад. Но иногда прилетают самонадящиеся удары, особенно если пытаешься уклониться от оверхэнда наклоном назад. Про уклоны, я думаю, хватит. Лично я пока больше ничем и не пользуюсь. И этого мне хватает, чтобы избежать спама и самому хорошо контратаковать противника. Переходим к теме ударов. Если раньше я играл только на голову, то теперь я советую работать по этажам. То есть в вашем арсенале должны быть удары как по корпусу, так и по голове. Это очень важно, ведь в самые опасные моменты вашего соперника вы обязаны его удивить. Если разделить это предложение по пунктам, то получается следующее. Первое. Удары в голову приближают бойца к нокауту. Второе. Удары по корпусу снижают стамину бойцу, плюс забирают внимание от блока головы. Третье. В состоянии хелл-эвенса наш противник имеет маленькое здоровье головы, что позволяет корпусу становиться уязвимым к нокдауну или вообще нокауту ударами по нему. И тут работа по этажам позволяет запутать соперника и отправить его в нокаут, ведь он будет бояться принимать урон что по голове, что по корпусу, так как до этого мы неплохо так по нему поработали. Поэтому оставляйте какую-нибудь одну вашу комбинацию, а может даже две, которую вы будете наносить только в тот момент, когда вашему сопернику будет плохо. И перед тем, как мы начнем разбирать удары, скажу вам самое главное правило размена. Удары на месте бьются быстрее, поэтому если вы понимаете, что сейчас будет размен, то начинайте свою комбинацию стоя на месте. Лично для себя я разделил удары на две категории. Это атакующий и атакующий плюс бивающий агрессию. Сразу вам скажу, что я не пользуюсь локтями и коленями, поэтому за эти удары пока говорить не стану. Со стороны атаки я выделяю все удары ногами. Их лучше бить, когда вы напрягаете вашего соперника или держитесь на дистанции. Не держите, а держитесь оба на дистанции. То есть играйте вдвоем вторыми номерами и пытайтесь расстреливать друг друга. Но ни в коем случае не бейте их, когда вы находитесь в близком размене, так как анимация этих ударов очень тяжелая и те же самые хуки влетают намного быстрее. Джеб-кросс плюс миддл-кик или хай-кик. Хороша для соперника, который пытается отдышаться. То есть, если вы видите, что соперник отходит от вас, то такие комбинации очень хорошо догоняют и наносят урон. Плюс, если вы бьете в корпус, они сжигают стамину. Тот же лоу-кик очень опасен для вас на близком расстоянии, так как вы можете получить два хука в голову, которые вас отправят в состояние хэлловенца. Особенно, если соперник понимает, что вы сейчас будете делать и бьет свои два хука, стоя на месте. Сейчас я покажу почти все удары ногами, которыми я стал пользоваться после обновы. Комментировать я их не стану, так как на это уйдет очень много времени. Переходим к категории атакующих плюс сбивающих агрессию ударов. Многие могут сказать мне, почему ты не поставил сюда ноги? Ведь там есть много хороших комбинаций, которые могут потрясти соперника. Но, к сожалению, эта игра сводится больше к боксу. И все ваши мысли о том, что в настоящей жизни можно сбивать агрессию теми же лоу-киками, тупо отпадают после первого спама хуками во время вашего лоу-кика. Если пинг хороший, то лучше делать акцент на удары руками, ну и плюс иногда ногами. Можно, конечно, сделать наклон назад и пробить лоу, но зачем так делать, если можно снести рыльник сопернику своим контур-хуком? Про комбинации с рук говорить можно просто бесконечно. Я уже как-то пытался создать ролик на тему разбора, и он вышел на 40 минут, но он не подходит уже под этот патч. В этом видео я скажу совсем чуть-чуть, как и почему я бью, и покажу все свои комбинации, которыми я пользуюсь. Если этот патч так и останется, то я полностью разберу все моменты. Вы должны понимать, что джеб это самый безопасный удар для уязвимости нашего тела, и поэтому самое лучшее начало комбинации это джеб-кросс или джеб-джеб. Ну и если брать потяжелее, это джеб-хук. Не советую бить на ходу комбинацию, у которой начинается джеб-апперкот. Ее лучше бить, когда вы стоите на месте в размене. И комбинация джеб-апперкот плюс хук является моей любимой комбинацией. Она в 50% случаях отправляет противника в состояние хелл-эвенса. Джебом вы можете как начинать атаки, так и обороняться от них, так как он дает эффект стана, что сбивает атаку соперника. Следующая очень популярная комбинация это джеб-хук этой же рукой. Эта комбинация позволяет вам нанести быстрый сбивающий агрессию удар, плюс нанести немного урона. Я его использую на людях, которые делают всякие ворота и вообще двигаются по октагону, как будто они Доминики Крузы. Также хорошо сбивает спам хуков. Если вы попали джебом, он станет соперника. И следующий ваш хук вообще заставляет вашего соперника перейти в состояние обороны, так как он тупо не сможет вас ударить из-за анимации его бойца. Далее идет джеб плюс удар в корпус этой же рукой. Хорошо раздергивает оппонента, плюс, если вы бьете эту комбинацию на месте, заставляет согнуться бойца, что не позволяет в этот момент бить. Плюс идет сжигание стамина. Если говорить про корпус, то джеб плюс прямой в корпус тоже хорошо сжигают стамину. Если противник промахнется в этот момент, стамина сжигается еще сильнее. При разменах лучше всего или делать уклонение, как я сказал в самом начале видео, или бить удары на месте. Чаще всего все бьют джеб хук-хук. Это самая убойная комбинация, и кто первый зашел, тот и выиграл размен. И, конечно же, моя любимая джеб апперкот хук. Тоже очень крута в размене. Не забывайте смотреть на здоровье вашей головы и состояние стамины. Это очень важно. Все эти комбинации из двух ударов плюс микроуклоны, ну или простые уклоны, помогут вам спокойно убивать спамеров. Вам просто нужно учиться чувствовать тайминг и понимать, что нужно бить в разных ситуациях. Я привел малую часть примеров, но она является базой всему остальному. Так как в этой игре все бьются практически одинаково. И ваша задача поймать противника на ошибке. Но и самому не попасться. Поэтому опытные игроки чаще всего бьют комбинации из двух или трех ударов. Они раздергивают, плюс накапливают урон, плюс сжигают стамину. И когда один из бойцов получает хэллэвэнс, там включается мозг. И понимание, как правильно доработать соперника, ну или скажем по-русски удивить, помогает выиграть бой. Подводя итоги, хочу сказать следующее. Запоминаем, что делает соперник. Учим микро и глубокие уклоны. Понимаем, когда и как бить комбинации из двух или трех ударов. И самое важное понимание размена. Сейчас я покажу вам все свои комбинации с рук, которые я делаю после этого патча. Продолжение следует... Продолжение следует...